Всем привет! Сегодня у нас будет видео посвящено ремонту спутникового ресивера от компании МТС. Модель этого ресивера у нас S24900. Данный приемник идет последней модификацией, которая сейчас продается в салонах связи МТС, у дилеров МТС. Как бы уже было у меня на канале видео, где мы ремонтировали приставку 3900 модели. То есть там была проблема в том, что вздулся один из кондеров. Немножко предыстории, что случилось. Получается, позвонил клиент по поводу настройки, говорит, у него с квадратами пошел сигнал и в общем-то пропал. Я без задней мысли понимаю, что 90% это смещение антенны, раз показало такую, как клиент объяснил такую ситуацию. И выезжаю на настройку, особо не брав там с собой никаких дополнительного оборудования для диагностики именно приемника. По факту, приехав на объект, подключаю прибор. У меня есть отличный сигнал с спутника АБС-22А. Но при этом абсолютно отсутствуют частоты, именно которые принимает оператор МТС. Поменяв головку на новую, частоты все появились. Но при подключении к приемнику все равно уровень качества находится по нулям. Второе, что мы проверили, это заменили штатный блок питания, который идет в комплекте. И много бывает таких причин, что из-за блока просто сигнала не хватает, мощности не хватает по линии ампеража. И головку он не видит приемник. Но это тоже не помогло. Приемник также не увидел уровень качества сигнала на новом блоке. После чего, в принципе, приемник, модель 4900, повторюсь, продается по сей день. И рекомендованное это идет оборудование от компании МТС. Он отработал, по сути, полгода. И как бы он на гарантии был бы, если бы он еще не пролежал до этого почти год дома. Соответственно, гарантия закончилась в ноябре прошлого года. Сейчас в март, в момент записи видео. И получается, что данный приемник уже по гарантии не сдашь. Если бы его использовали раньше и что-то с ним произошло, то можно было бы его заменить. Приемник требует ремонта. Сейчас я вам наглядно постараюсь показать при подключении, что ничего не происходит. И какие были сделаны манипуляции. А дальше будем разбирать и смотреть данный аппарат. Получается, приемник у меня прогрузился. Включился. Есть вот индикация на нем. Вот я подключил антенну, которая настроена на МТС-овский АБС-2. Здесь, конечно, плохо видно цифры. Но вот связующая частота 11920, вертикаль 4500. Она у меня с уровнем качества сигнала. Видите, процентаж есть. То есть, если я антенну выкручу, она тут есть покрупнее. Можно сделать, наверное, как-то вот так. Видите, то есть, процентаж с антенны идет отличный. Выкручиваем обратно. Приворочек нам не нужен. Но если мы прикрутим сейчас к приставке и выведу изображение на экран, то сигнала мы не увидим. Сейчас переключу экраны. Вот так вот это выглядит. И получается, конечно, я пробовал сбросить приемник до заводских настроек. Это не помогло. Пробовал убирать транспортера, вводить другие со спутника, посмотреть, вообще идешь что-то или нет. Это тоже не помогло. Также через меню я пробовал в настройках на спутник. Вот здесь вот тоже менять параметры. И еще вот такая фишка. Если я вот сейчас начну тыкать туда-сюда вольтаж, и у меня вот просто приемник выключается и начинает прогружать заново. Такая вот система. Вот сейчас загадилась индикация, и он будет заново прогружаться. То есть, что-то с... Ну, вот этот параметр почему-то отправляет его в перезагрузку. Ну, теперь давайте обратно вернемся к самому виду приемника. Вот как-то так-то я все подключил. То есть, здесь плата захвата, чтобы вывести вам изображение, чтобы оно записалось и как-то это в один ролик вскомкать. Был у меня такой маленький, может помните, портативный телевизор, который я здесь рядышком вложил. Но, к сожалению, телевизор приказал долго жить. Тоже надо его разбирать, смотреть, что там в нем сломалось. В общем, прошу прощения, не до него сейчас. Ну что, предлагаю разбирать. Заходя немножечко вперед, включаем все провода. Приемник я мельком осмотрел. Думал, что, как обычно, там вздулся где-нибудь конденсатор. И, собственно, больше ничего. Ну, поменяя его, да, думаю, что проблему решим. Понятно, что не на месте все это делалось. Потому что, ну, просто элементарно даже не было с собой цешки, чтобы посмотреть, проверить питание. Естественно, приемник вы скрываете, уже когда у вас отсутствует гарантия без вариантов. Потому что, если вот эту пломбу вы нарушите, приемник вы потом просто не сдадите. И при открывании крышки, в принципе, здесь, ну, у меня камера, повторюсь, отвратительная, но, так вам скажу, все бочонки, все в исправном состоянии. То есть, по сути, здесь никаких проблем нет. Давайте саму плату аккуратно достанем. Карточку вынимаем, иначе она нам не даст. Тоже вот рамка снимается, насколько помню. Да, снимается аккуратно. Здесь у нас надо чем-то подмочь. Немножко. Этот картоприемник, он выпирает в корпус. И поэтому нужно здесь крайне аккуратно этим заниматься. Все, вот, аккуратно я отогнул. И плата. Она ни на чем не держится, ее дополнят на некие болты. То есть, центр не надо рвать, там ничего вы не найдете. И визуально ничего не видно. То есть, вроде бы все исправно. Единственное, да, еще такой момент. Обычно я замеряю питание на головке. У нас были проблемы, да, с тем, что, ну, уровня качества сигнала нет. И, повторюсь, под рукой не было цешки, чтобы замерить вольтаж. Вольтаж с этого разъема должен выходить у нас вольтаж. До 15 вольт обычно. Если авторежим включен. Так, выбираем 20 вольт. 20 вольт. И сейчас будем пробовать мерить. Это дело. Так, приемник не прогрузился. Сейчас догрузится там до чего-нибудь. Или прогрузился, или все нули, я уже не помню. Так, она должна пищать. Ага, проверили. Цежка работает. Свист идет. Ну, что такое. Уже податывались разъемы. Цежка такая, не сильно качественная. Через раз отходит. Так, получается, нам надо померить с вами питание. Возьмем вот такой вот кусок кабеля, чтобы там ничем не лезть с обоих сторон сделанный. Вкручиваем в один разъем. И пробуем мерить вольтаж. 20 вольт не поставил, когда проверял. И у нас... Опа! А у нас нету вольтажа. Очень интересно. Так, хорошо. Ну, теперь, наверное, надо будет все это дело детально изучать. Прозванивать, искать, где мы потеряли вольтаж. Обычно проверяю все... Все вот, где на бочонках. То есть у вас каждый бочонок, да, подписан 15 вольт, 220 микрофарад. Вот 25 вольт, 220 микрофарад. Соответственно, 25 вольт там где-то на цепях должно быть. Сейчас будем более детально смотреть и искать причину. Итак, после получаса всевозможных манипуляций и прозванивания данной платы был найден один из СМД-конденсаторов, который был в закороченном состоянии. На этой камере я этого просто не покажу. Я сделал фотографию именно того, который был перепаян. Он без маркировки. Единственное, я просто подобрал, отпаял от подобной приставки такой рабочий СМД-шник. Скорее всего, это какой-то фильтр. Я не знаю, как его выше было. Может быть, что-то прошло через антенну, через головку, раз она тоже себя так вела. Но сам факт, что он был перепаян на рабочий и пропал... А, что-то я начал не оттуда, прошу прощения. Дальше, когда здесь я начинаю прозванивать, я нашел коротыш. То есть, присоединив сюда вот этот кабель, который мы с вами пробовали мерить питание, и питание не пошло, потом я его прозвонил Сэшкой, и он был полностью в закороченном состоянии. То есть, в рабочем состоянии он должен выдавать вольтаж, и там будет сопротивление небольшое. Но здесь полностью идет коротыш. То есть, от чего и пошло. Потом, получается, я вскрыл вот этот корпус. И это интересно. Надо было, конечно, записать. Выпоив этот металл, здесь на самом деле, если, допустим, брать какие-то тюнера, там отдельная плата, она там выпаивается и вынимается. Здесь все распаяно на этой печатной плате целиком. Здесь просто это как усиление для вот этого разъема и теплоотвод от основного чипа, который там внутри. Он распаян на этой плате. Короче, запаяло это все обратно. И вот здесь уже рядышком, получается, с этим электролитом нашел этот коротыш по вот этому СМД-конденсатору небольшому. И, да, хотел уже показать вам фотографию. Вот, видите, вот эта вот деталь, крупная, здесь показал, с маркировкой ДТ-7, была в закороченном состоянии. Пошлось тут поковыряться. Извините, что некрасиво. У меня отвратительный паяльник, которым я это все дело переделывал. И вот после замены этого СМД-фильтра у меня при включении пошло питание 14, что ли вольт идет. Сейчас что мы будем голословными подключим. Все равно видеокартинку выводить. Приемник грузится. Лампочка индикации загорелась. Загорелась лампочка индикации. Цепляем ту штуку. Ну, прикручивается хоть чуть-чуть. 20 вольт и минус, плюс, минус, плюс. Не достает, что ли? Не до конца докрутил, наверное. Либо опять у меня эти щупы мои, такие отвратительные. Вот, видите, пошло 14,2 вольта. А до этого, ну, было по нулям. Да, мы смотрели. И я говорю, повторюсь, был коротыш. То есть, просто запищала цешка. И вот теперь, теперь можно попробовать выкрутить антенну, вкрутить нашу НТС-овскую. НТС-овскую. И посмотреть, вывести кран. Ну, естественно, я потом это все красиво аккуратно соберу обратно. Так, давайте это будет недолго. Так, вот это сделаем. И вот, вуаля. То есть, у нас есть уровень и качество сигнала. Давайте пробовать искать. Все, каналы пошли. Он и принимает. Мы восстановили работоспособность приемника. Надо еще смарт-карту поставить. Сейчас, хотя бы для проверки. 245 каналов. Все, что есть. Денег, скорее всего, на карте не будет, потому что они давно не пользовались этой антенной. Ну, как у нас обычно бывает, не было времени позвонить туда-сюда. И вот, карта у нас выходит с ошибкой. Но тут есть свободные каналы, чтобы... Ну, мы же получаем, в принципе, сигнал. Нам достаточно открыть какой-то... Ну, что далеко пошел? Вот, рекламный канал. Программа доходит. Картинка есть. А, звук я с платы видеозахвата не вылил. Сейчас, прошу прощения, не подумал про это. Здесь надо вот так сделать. И тогда будет звук. Все, видите, звук есть. Ну, вот, собственно, как-то так. То есть, мы восстановили работоспособность приемника. Рассчитывал, что будем перепаивать один вид конденсаторов, а пришлось перепаивать другой. Надеюсь, видео было вам полезно. Как обычно, какие-то вопросы пишите в комментариях. Всем доброго дня и до встречи.